Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновского региона. В студии Рина Шмыгова. Доброе утро и коротко о главном. Проблемы со здоровьем не всегда повод попрощаться с мечтой о собственном бизнесе. Друзья мои, будьте счастливы и кайфуйте от каждого часа, каждой секунды своей жизни. Вдохновение, юридическую поддержку и помощь люди с ограниченными возможностями здоровья черпают на специальном образовательном семинаре. Не успокаиваются, а действует все изощреннее. Если вам позвонили и представившись с сотрудниками банка, попросили сообщить какие-то реквизиты, не делайте этого. Еще две пенсионерки стали жертвами телефонного мошенничества. Был пустырь, а будет сквер. Мы видим, что установлены уже светильники, готовятся к установке скамейки, урны. Мордовская национально-культурная автономия выиграла гранты и занялась благоустройством зоны отдыха, которая будет носить имя первого просветителя мордовского народа Афксентия Юртова. Ульяновские инвалиды готовы своим примером доказать, что болезни, приговоры и возможности ограничены только в голове. Активные предприниматели со сложным диагнозом по здоровью собрались вместе в креативном пространстве «Точка кипения», чтобы обсудить актуальные проблемы в организации дела, поделиться опытом и научить других вести бизнес. Екатерина Сергунина зарабатывает мастер-классами по рукоделию. Монетизировать хобби она мечтала с детства, а до здоровья не позволяла. И главное, как инвалиду начать бизнес? Даже думать об этом страшно. Когда я все это задумывала, меня, не знаю, сводило лицо на какие-то физические такие, что как это я предприниматель. В семье у меня до этого все бюджетные сферы, и я тоже по стопам там родителей шла. Но вот что-то так изменилось, мое перевернуло сознание, что предприниматель это тоже хорошо. Внушили ей это на семинаре под названием «Пара предпринимателей выше, чем спорт». У Екатерины именно там произошел главный сдвиг, и она решила стать бизнес-вумен. Девушка получила юридическую поддержку, помощь в аренде помещения. И теперь, кроме рукоделия, с подругой Ириной она организует праздники, встречи и презентации в своем креативном пространстве. Это действительно круче спорта, считает девушка. В спорте ты ограничен в возможностях, а в бизнесе таких границ нет. Именно это говорят своим ученикам и организаторы семинаров. Пара предпринимательства больше, чем спорт, потому что есть паралимпийцы, мы знаем, кто это такие, да, это уже на слуху. А здесь гораздо больше, чем спорт, потому что здесь необходимо более мощный внутренний посыл какой-то, да, для того, чтобы перешагнуть эту черту и стать предпринимателем. Идея образовательного бизнес-семинара для инвалидов родилась год назад при содействии местной деловой элиты и членов общества «Опора России». Уроки решили проводить в ульяновском креативном пространстве под названием «Точка кипения». Три месяца по два дня в неделю группу из 30 человек учат и настраивают на успех будущего бизнеса. Кроме этого, участникам семинара устраивают конкурс, по результатам которого победитель получает приз в виде всесторонней помощи в организации своего дела. Этим и воспользовалась Екатерина Сергунина. Сейчас модная, энергичная бизнес-леди на творческом подъеме. Ищет новые решения, новых клиентов и во всем видит позитив. Друзья мои, будьте счастливы и кайфуйте от каждого часа, каждой секунды своей жизни. Сергей Пузиков, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. И еще о бизнесе, но уже на международном уровне. Российско-японское сотрудничество, новые вызовы, новая реальность. По таким названиям прошла деловая часть двухдневного форума в дистанционном формате в рамках года российско-японских, межрегиональных и побратимских обменов. Основная задача онлайн-конференции развития экономического сотрудничества. В ней участвовали более 250 российских и иностранных представителей. Из Белоруссии, Германии, Словении, в том числе 68 участников из Японии. В последние годы мы отмечаем устойчивое развитие и эффективное сотрудничество Ульяновской области с японским партнером. Не будет преувеличения, я это много раз говорил, сказать еще раз, что по количеству и качеству реализованных проектов мы можем по праву называться одним из самых японских регионов России. Более десятка японских компаний разместили свои производства в нашей регионе. Почти один миллиард долларов прибыльных инвестиций. Более одной тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Но когда я спросил представителей японской компании, почему был выбран в Ульяновске, в чем заключается секрет этого успеха, Атубет был таким, было выбрано около 40 городов-кандидатов. Их сравнили по таким критериям, как прощадь, логистика, качество рабочей серии, бытовая среда. Но главное было стремление местной администрации к сотрудничеству. После отлучательного изучения они выбрали именно Ульяновск. Ульяновская область выразила заинтересованность в дальнейшем развитии прямых взаимоотношений с японскими компаниями, привлечении инвестиций и появлению на территории региона новых предприятий. Мы видим значительный поворот в положительную сторону со стороны многочисленных слоев японских международных, которые теперь оценивают расчет как одну из стран, в которых вполне можно вести бизнес и в которых можно нормально зарабатывать деньги. Ульяновские бизнесмены, если, наконец, примут решение о вторжении на японский рынок, не забывайте, что у вас есть надежный друг здесь, это так, предство, мы всегда окажем всяческое задействие. Сегодня на территории Китая работает 14 тысяч японских компаний. Большая их часть намеревается искать новые регионы для локализации своего производства. В связи с чем на онлайн-конференции также было озвучено, что если Россия успевает привлечь хотя бы 1% из тех японских компаний, что собираются покинуть КНР, то в нашей стране появится 140 новых японских проектов. В регионе начнется строительство крупного конгресс-центра. Появится он на базе гостиничного комплекса «Рэдисон-Ульяновска», официальное открытие которого прошло накануне. Зайти в наш регион отельеры планировали уже давно, объем инвестиций в проект превысит полмиллиарда рублей. Ульяновск давно был нашей целью на расширение, и мы давно хотели расшириться именно в этом регионе. Это очень важный город для культуры и для промышленности. У «Рэдисона» уже есть 37 отелей в России, и Ульяновск давно был нашей целью, как один из главных городов и регионов. Ульяновская область, как мы знаем, один из самых инвестиционно привлекательных регионов России, хорошо развивается, хороший показывает тенденцию по развитию, много предприятий, много партнеров. Думаем, что гостиница будет здесь работать успешно. Площадь крупнейшего в регионе конгресс-центра составит 7 тысяч квадратных метров. Также проект позволит создать более 40 новых рабочих мест. По словам главы региона, такая площадка будет непременно востребована среди бизнесменов из самых разных уголков России и стран зарубежья. У нас много достопримечательностей в городе. И я сейчас обращаю внимание, что достаточно большое количество людей приезжают сюда для того, чтобы обратиться к каким-то туристическим событиям, мероприятиям. Поэтому ваш гостиничный комплекс, наш сегодняшний конгресс-центр крайне сегодня востребованный и необходимый. Новый конгресс-центр станет своего рода якорной площадкой для проведения крупных деловых событий, в том числе международного масштаба. В регионе рассчитывают, что достигнутые договоренности помогут привлекать порядка 100 тысяч новых туристов ежегодно. К новому учебному году готовились как никогда, предприняли всевозможные меры эпидемиологической безопасности. И все же инфекция пробралась и в учебные заведения региона. В Ульяновске два класса в двух школах железнодорожного района закрыли на карантин по ковиду. Подробности у Дмитрия Емельянова. Сегодня стало известно, что в Ульяновске появилось первое учебное заведение, класс который закрыт на карантин по ковиду. Это гимназий номер 30. Как здесь соблюдают санитарные правила, мы сейчас выясним. Утренний фильтр в действии. На входе всем измеряют температуру. Причем заходят дети в разное время в несколько дверей. Количество учеников в гимназии переваливает за тысячу, поэтому разделение на потоки. Доброе утро. Доброе утро. Уроки по расписанию, в которые включены динамические паузы. Детям отдых, техническому персоналу временно, санитарную обработку класса. Обязательно проветривание. Свежий воздух наполняет помещение, запах лорки идет параллельно. Обрабатываются все поверхности. Все же новая инфекция в гимназию попала. Случились неприятные такие события. Два ребенка все-таки в нашей школе заразились ковидом. Они находятся на самоизоляции. И после того, как второй ребенок заболел, мы вынуждены были полностью весь класс перевести на самоизоляцию. То есть дети обучаются онлайн, в режиме онлайн. Они находятся дома. Учителя ведут из своих кабинетов уроки по обычному расписанию. Таким образом дети будут учиться до 24 сентября. Потом они вернутся в школу. После того, как пройдет время вот этой самоизоляции, две недели. У остальных занятия согласно учебному плану. Только в одном кабинете. Перемещения из класса в класс запрещены. Исключение уроки физкультуры и поход в столовую. Здесь тоже соблюдается дистанция. Обеденный зал заполняется на треть. Мыть руки научили всех. Из-за коронавируса в Ульяновске закрыты на карантин два класса. К 30-й гимназии добавилась еще одна школа железнодорожного района. Из-за вспышки ОРВИ не ходят в учебные заведения 17 классов. Учатся дистанционно. Учителя работают в этих же классах и ведут уроки из этих классов, в которых должны были обучаться дети. И как только позволит ситуация, дети вернутся для обучения в режиме постоянного пребывания в школе. В Димитровграде на дистанционное обучение переведено 57 классов. Здесь роста ОРВИ. Ковида пока нет. По случаям заболевания COVID, если один человек, то мы не закрываем класс. Если два человека у нас в одном классе появляются с данным подтвержденным диагнозом, то закрывается на карантин класс. Ситуация в учебных заведениях области мониторится ежедневно. Прогнозов в Министерстве просвещения не дают. Но в школах Ульяновска ждут 7 октября. Начало каникул. Возможно, тогда всплеск заболеваемости пойдет на спад. Дмитрий Емельянов, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школах будет организовано двухразовое бесплатное питание. Одно из которых обязательно должно быть горячим. Такое решение было поддержано депутатами областного парламента на заседании комитета по социальной политике. Новый региональный закон предполагает, что расходы на обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья будут возлагаться на областной и муниципальные бюджеты. Но сегодня в Ульяновской области проживает 5000 ребят с ОВЗ. Что это предусматривает из данных изменений в закон Ульяновской области образования? О том, что с 1 января 2021 года из областного бюджета при условии выполнения муниципального образования федерального законодательства, как мы их говорим, будут субсиди. То есть размещение части затрат для муниципалитета. Мы прекрасно понимаем, что у них у нас дефицитное муниципальное образование, а средств в полном объеме не хватает. Мы, депутаты, поддерживаем данное предложение и будем оказывать помощь муниципалитетам. Напомню, с инициативой о разработке законопроекта выступил уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области. Связано это с тем, что некоторые районы региона не исполняют нормы федерального закона о бесплатном питании в ущерб детям с ограниченными возможностями здоровья. Жалобы поступали из сел Старомаинского и Барышского районов, а также города Димитровграда. Каждый депутат в своем округе возьмет данный вопрос на особый контроль. В Ульяновске зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества. На этот раз жертвами злоумышленников стали жительницы областного центра. Женщинам больше 60 лет. На пожилой возраст жертвы ориентировались мошенники. Алгоритм действий злоумышленников схож в обоих случаях. Аферист представляется сотрудником банка и сообщает, что с карты, принадлежащей жертве, неизвестные лица пытаются списать деньги. Далее для предотвращения противоправных действий просят сообщить реквизиты банковской карты. ОМВД России по Ульяновской области напоминает. Будьте бдительны при общении с незнакомыми людьми относительно сведений, касающиеся вашей карты. Не сообщайте никому ее реквизиты, фамилия, имя, отчество, срок действия карты, трехзначный код безопасности и код из СМС, пришедшего на телефон. Владея данными сведениями, мошенники имеют доступ к вашим средствам. Если вам позвонили и, представившись сотрудниками банка, попросили сообщить какие-то реквизиты, не делайте этого. Скорее всего, это мошенники. В первом случае выяснилось, что на потерпевшую был оформлен потребительский кредит на 200 тысяч рублей. Вторая пострадавшая пенсионерка лишилась 500 тысяч рублей под предлогом перевода на защищенный счет. Пустырь преображается благодаря народной инициативе речи о небольшом сквере на пересечении проспекта Гаи и улицы Первомайской в железнодорожном районе Ульяновском. Благоустройство будущей территории для отдыха горожан накануне осматривала целая делегация во главе с градоначальником. Два года назад Ульяновская областная мордовская национально-культурная автономия предложила установить в областной столице памятник первому просветителю мордовского народа Абксентию Филипповичу Юртову и назвать одну из городских улиц его именем. Инициатива городским властям пришлась по душе. Имя российского педагога, создателя азбуки и букваря для мордовского народа было решено присвоить этому скверу. На воплощение задуманного направлено почти полтора миллиона рублей. Такова сумма выигранного автономией регионального гранта. Мы уже видим, что у нас есть конкретные результаты на сегодняшний день. Сегодня глава города провел совещание на территории парка. Мы видим, что установлены уже светильники. Готовятся к установке скамейки, урны. Сделано много, но и предстоит сделать не меньше. Таков вывод комиссии. Спешить с установкой именам лавочек и урн глава Ульяновска Сергей Панчин подрядчикам не советовал. Подчиненных же просил в срочном порядке найти необходимые на асфальтирование сквера средства. К слову, все благоустроительные работы здесь обещают закончить до 1 октября. Торжественное открытие памятника просветителю и сквера его имени состоится в середине мая 2021 года. Это Весть Ульяновск. Мы продолжаем. Молодежка ОНФ присоединилась к всероссийской акции «Оставайся донором». Проводят ее представители молодежного крыла вместе с федеральным медико-биологическим агентством. Прежде чем сдать кровь, все доноры прошли необходимые процедуры. Многие из участников акции на станцию переливания крови приходят уже не в первый раз. Из-за пандемии количество доноров снизилось, а кровь нужна всегда. Медики отмечают, особо не хватает первой и второй отрицательных групп крови. Присоединиться к донорскому марафону может каждый здоровый человек старше 18 лет. Всех желающих ждут в Ульяновской областной станции переливания крови по адресу улица 3-го интернационала, 13, дробь 96. И всемирный день первой помощи Ульяновск отметил акцией «Помоги первым». Она прошла по всей стране. В 30 регионах России волонтеры-медики показали мастер-классы по первой помощи в парках и скверах. В Ульяновской первичной реанимации можно было обучиться во Владимирском саду. Грудная клетка поднялась и можем дальше продолжать делать сердечно-легочную реанимацию. Ставим руку и делаем. Раз, два, три, четыре. Помимо сердечно-легочной реанимации, ребята показывали прохожим наложение жгута при кровотечении, а также прием геймлиха, эффективный при оказании экстренной медицинской помощи, которая используется для освобождения дыхательных путей человека от застрявшей в них пищи или другого инородного предмета. Мы сегодня с детьми пришли в парк и увидели волонтеров, которые показали нам, как правильно оказывать медицинскую помощь. То есть это очень важно, нам все подробно рассказали. Мне очень понравилось, но я поняла, что если скорой нет, нужно самому что-нибудь попробовать сделать, чтобы человек ожил. Каждый человек должен знать, как правильно оказывать первую помощь для того, чтобы однажды спасти жизнь. Также в этот день прошел конкурс среди ребят, желающих в будущем пополнить ряды волонтеров. Школьники сдавали теоретические знания и практические навыки по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Очередное соревнование WorldSkills прошло в межрегиональном центре компетенции на базе авиационного колледжа. На этот раз молодые профессионалы из 22 регионов соревновались в окраске автомобиля. Все действия конкурсантов транслировались в прямом эфире. Задача автомаляра подготовить деталь к покраске и подобрать базовый цвет. Только после подготовки происходит само напыление. На данное исполнение модуля отводится студенту один час. При этом сложность работы, скажем так, серьезная. За один час не под стать и профессионалом исполнить такую работу. Причем работу надо исполнить, подгоняя ее под определенные критерии. Среди критериев соблюдения техники безопасности, эстетическая привлекательность рисунков, точность нанесения, а также навыки работы с цветовой палитрой. В единый день безопасности несовершеннолетних первоклассники региона прошли по безопасному маршруту дом-школа-дом. Урок, посвященный поведению на дороге, провели для первоклассников Ульяновской школы номер 61 сотрудники областной госавтоинспекции. Начались теории. Дорожные полицейские рассказали о том, как обезопасить свою жизнь от несчастных случаев на дороге и вместе составили маршрут безопасного передвижения. Поговорили о знаках и разметке. А еще инспекторы объяснили детям, для чего нужны световозвращающие элементы на их одежде и рюкзаках. После четкого инструктажа теорию закрепили на практике. В сопровождении инспекторов ГИБДД, участников регионального движения ЮИД и главы администрации Засвияжья Найле Юмакулова отправились в путь. Шагающий автобус, вооруженный знаниями, проследовал по тем участкам дорог, по которым дети вместе со своими родителями ходят в школу. Помимо знаний, правил дорожного движения и их неукоснительного соблюдения, очень важно на практике закреплять эти знания. Именно поэтому сотрудниками госавтоинспекции на постоянной основе проводятся практические занятия. Такие, как шагающий автобус, в ходе которых мы помогаем детям безопасно пройти путь от дома до школы и обратно. Также дети напомнили и водителям о том, что на данном участке дороги можно встретить учеников, шагающих в школу. И выразили надежду, что их путь к знаниям будет безопасным. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Далее информация о погоде. Следующий выпуск программы «Вести Ульяновск» смотрите в 14.30 по местному времени. До встречи. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Ты можешь быть на равных со звездами. И зелень глаз моих, и нежный голос. Я была просто в полнейшем шоке. В главных ролях в кино. Добро пожаловать в Белогорье. И первым на самых престижных международных конкурсах. Я уверена, что он достойно нас представит на Евровидении в Эдинбурге. Приходи на кастинг. Не упусти свой шанс проснуться знаменитым. Мечты сбываются. Синяя птица исполняет мечты. Подробности на сайте птица.тв. Сегодня в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет расти. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем по области от 14 до 19 градусов тепла. В Ульяновске плюс 15, плюс 17. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok